Я знаю, что есть лже-христы, лже-апостолы, как в Писании написано, люди, которые выдают себя за апостолов Божьих, за служителей Божьих, а на самом деле волки хищные, помнишь, да? И ученики задавали вопрос Иисусу Христу, если вы вспомните, как распознать, где наши, где не наши, да? Ну, я так простым языком скажу, как Иисус сказал им, по плодам их, узнаете их, не может доброе дерево приносить плоды худые, и не может дерево худое приносить плоды добрые. И смотрите, если ты праведник, слово праведник от слова правда, и мы детям должны говорить правду, понимаешь? Пускай она будет горькая, пускай она будет какая, но он делает выбор. Мы думаем, что дети, это, знаешь, это дети, а дети, это маленькие взрослые, которых нужно наставлять в истине, и ты говоришь правду Слова Божьего. И мы говорим так, вы можете поступить так, допустим, ну, когда там не слушаешься, лениться уроки, допустим, делать, ну, пример, да? Вот, ты можешь так поступать, но ты можешь, два выбора, то есть, либо ты будешь лениться, и ты будешь как твои родители. Есть у тебя пример, ты знаешь, какие твои родители, они пьют, они, ну, плохая жизнь у них, у них ничего нету и так далее, это проклятие, да? Либо ты будешь учиться прилагать усилия, молиться Господу, исполнять Его заповеди, и второй выход, ты будешь благословенен. Ты будешь сам благословенен, и через твое благословение, и через твою веру вот эту спасутся твои родители по Писанию, понимаешь? Вот два выбора, и ребенок уже с детства, он выбирает правду. И я думаю, что тут, ну, как бы, даже какими-то левыми путями ходить не надо, надо ходить прямыми путями, как Христос нам заповедовал. И мы зачастую, к сожалению, я сам, я вам честно скажу, до этого момента я думал, что надо как-то вот аккуратненько их направлять, надо правду говорить им, и своим детям, и чужим детям, и вообще всем людям на земле. Правду Слова Божьего. Мы же знаем Евангелие, правда? Мы знаем эти принципы, как мы должны жить. Возлюби ближнего, как самого себя, да? И ты будешь благословенен. Очень простой принцип. Если ты любишь Бога, ты будешь любить ближнего. Если ты не любишь Бога, ты не способен любить ближнего, понимаешь? Поэтому, чтобы возлюбить ближнего, надо возлюбить Бога всем сердцем, всей душой и разумением. И ты будешь говорить правду, потому что человек, который любит Бога, в сердце его написано, живет Бог, да? А Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы, понимаешь? И вот правда, это истинный свет, который просвещает всякую тьму. Он обличает дела дьявола, понимаешь? Вот эти все пути, которые кажутся прямыми человеку, написаны о конец их путь к смерти. Поэтому очень важно пребывать во свете, пребывать во Христе, пребывать в Слове Его, в истине Его, понимаешь, чтобы Слово становилось плотью в нашей жизни. И тогда все вопросы, они будут решаться очень благословенно. Потому что сам Христос, живущий в тебе, Он будет это завершать. Понимаете, о чем говорю, да? Потому что нам этого и не хватает жизни. Мы много знаем информации, но мы очень мало делаем на самом деле, понимаешь? Иисус сказал, блаженны все слышащие, но еще блаженнее те, которые исполняют Слово Божие. Продолжение следует...